Белгород делится опытом благоустройства дворовых территорий. Сегодня на заседании Совета муниципальных образований Белгородской области участники говорили о том, как сделать дворы комфортными и удобными для жизни. В дискуссии принял участие мэр Белгорода Константин Полежаев. О том, какая работа по благоустройству проведена и что в планах, расскажет Диана Калединова. Реализацию трехлетней программы по благоустройству дворов в Белгороде начали в прошлом году. Она включает около 180 дворовых территорий. Беспрецедентное число, если учесть, что ранее в год в лучшем случае ремонтировали от 10 до 30 дворов. В 2016 обновили 75 территорий. Ремонт проводят комплексно. Обустраивают тротуары, парковки, спортивные и детские площадки. Все работы на особом контроле не только муниципалитета, как заказчика, но и собственников жилья. По окончанию прошлого года проект достаточно успешно реализован в той части, в 75 дворах. И негативного какого-то такого отклика городских жителей не получил, потому что люди сами участвовали в благоустройстве своих дворов. Программа благоустройства максимально открыта. Это позиция городских властей. Первый этап – сбор заявок. Здесь может участвовать каждая территория, но при этом придется соответствовать определенным требованиям. Например, решение о благоустройстве принимается советом дома. Жильцам вообще отводится особая роль в утверждении и обсуждении проектов. Только вместе и только сообща. Второй этап – оценка состояния территорий. Для этого создается специальная комиссия. В ее составе депутаты горсовета, руководители комитетов по управлению округами, представители департамента городского хозяйства. Они обращают внимание на техническое состояние придомового участка, продолжительность эксплуатации, общую финансовую дисциплину. Таким образом и формируется список. Своим видением и опытом реализации программы поделился Максим Егоров. По мнению депутата облдомы, главная задача властей – наладить конструктивные взаимоотношения между администрацией, управляющими компаниями, местным бизнесом и жителями. Речь должна идти о государственно-общественном партнерстве, где каждый должен быть заинтересован в результате и включиться в общую работу. Главное, что должны понимать люди, о чем мы говорим на встречах, наши коллеги, депутаты. Мы пришли вам помочь сделать вместе, но не сделать это за вас. Когда жители видят, что власть, бизнес, управляющие компании готовы поддержать их инициативы, они проявляют свою активность. Вступают в совместную работу и поддерживают программы муниципалитетов. Список ремонта дворов в Белгороде на этот год уже утвержден. Он включает 62 территории. Стоимость работ составляет 560 миллионов рублей. Финансирование будет вестись не только из регионального и местного бюджетов, но и федерального, поскольку Белгород стал участником приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы планируют начать в апреле, а завершить в сентябре. Еще одной темой встречи стало участие региона в ежегодном всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Он проходит по трем номинациям в два этапа. В июне будут отобраны наиболее успешные областные проекты, которые поборются за звание лучших в стране. Чем больше проектов будет от территории Белгородской области, от каждого муниципального образования, тем больше мы получим возможность получить гранты, получить материальное вознаграждение, которое пойдет на осуществление этих проектов на нашей территории. Завершили заседание обменом мнениями. Участники встречи еще раз отметили, что положительный опыт Белгорода интересен и полезен. Диана Калединова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.